Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2575. Существует ли проблема духовного просвещения паствы и желание еще имеющего место обряда верия? Что нужно для ее разрешения? Отвечает Патриарх Алексей II. После десятилетий насильственной атеизации, когда религиозное просвещение народа почти полностью искоренили, большинство россиян оказались духовно неграмотны. Люди не имели книг, часто боялись прийти в храм и поговорить со священником, а значит черпали знания религии, кто из атеистических источников, а кто от родственников и знакомых. Обыкновенно не более сведущих церковном учении. В результате усилились суеверия. Участились обращения к колдунам и, так сказать, экстрасенсам. Тысячи людей оказались уловлены в сети лжемиссионеров и тоталитарных сект. Даже приходя в православную церковь, многие не сразу познали возрождающую силу Божию, не сразу смогли очиститься от мирских греховных наслоений. Отсюда попытки политизировать церковную жизнь или, наоборот, отрицать ценность христианского свидетельства в окружающем мире. Отсюда чрезмерный акцент на обрядах в ущерб другим сторонам молитвенной жизни. Отсюда почитание некоторых священнослужителей, подчас заслоняющие почитание Христа и святых его угодников. Преодолевать это можно только просвещением, разъяснением, непрестанным пастырским трудом. Помня об этом, наша церковь старается готовить все больше и высокообразованных священнослужителей, открывая все больше школ для детей и взрослых, издавать все больше книг, газет, журналов, работать на радио и телевидении. Отвечает Игнатий Лапкин. Ответ правильный, но только для несведущих он может быть удовлетворительным. На самом деле в России до революции не было школы книг, но не было живой проповеди о воскресшем и грядущем мессии Иисусе, сыне Марии из Назарета. Не слово об авторитете Библии, о рождении свыше, о личном принятии Христа, как своего личного, не общественного, не под епитрахилию Христа. Сегодня знают кровь Христа только в чаше, в алтаре, а нужно подвезти на Голгофу близ Иерусалима, где за мои грехи умирал Иисус. Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Второе послание Коринфянам, пятая глава, семнадцатый, двадцатый стихи. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом.